Всем доброе утро! Сегодня я решила приготовить казинаки в мультикухне Redmond. Нашла я вот такой вот рецептик очередной и решила попробовать. Казинаки я ни разу не делала. Так что будем пробовать вместе. Ну опять вот беру я вот эту рецептурную книгу от мультикухни Redmond, листала-листала и нашла вот такой рецептик. Вот это ингредиенты, способ приготовления. И вот такие казинаки у нас должны получиться. Ну будем пробовать. Для казинаков нужно немного продуктов. В общем 200 грамм это чищенные семечки подсолнуха, 150 грамм сахара, 100 грамм воды, чайная ложка лимона, я уже выдавила лимончик, и немножечко растительного масла для смазывания листа пергаментной бумаги. Листик сейчас мы отрежем. Я отрезала кусочек пергаментной бумаги, сантиметров 30. Сюда нужно где-то, ну немножечко масла растительного, примерно ложечку, может быть столовую, в общем, чтобы хватило нам смазать этот лист. Вот как-то вот так смазали. Теперь я возьму формочку. Ну я решила взять вот такую форму, для того, чтобы потом не растеклось это все. Ну, в общем, примерно вот так вот мы сделали, и отложим пока формочку в сторонку. Ну, а теперь нам нужно включить мультикухню. Я ее включила. Установить программу мультиповар и температуру 180 градусов. Время приготовления 13 минут. Мультиповар. Температура 180 градусов. Теперь нам надо в чашу высыпать сахар, влить воду и лимонный сок. Все это перемешаем. И дальше мы мешать уже не будем, перемешивать не надо. Вот будем готовить до истечения этих 13 минут. Вообще, в этой мультикухне время начинает уже свой отсчет тогда, когда прогревается тен. То есть, время пойдет уже, когда тен прогреется. Ну вот он уже греется, значит, время уже пошло. Ждем. Готовить не перемешивая сахар до окончания программы нужно. Вот мы видим, наша карамелька потихонечку уже начинает закипать. Мешать не надо. Написано, не надо, значит, не будем. Видите, теперь она уже кипит сильно, но мы не помешиваем. И готовим с открытой крышкой. Осталось 9 минут. Осталось 3 минуты. Я смотрю, водичка выкипает, она уже не так гулькотит. И еще вижу, что начинает коричневеть. То есть, как я понимаю, это у нас образовывается карамель. Вода, наверное, выкипит полностью. И уже в этот карамель мы будем засыпать семечки. Но осталось 3 минуты, и нужно время выждать. Осталась 1 минута. Уже даже меньше 1 минуты осталось. Вот такая коричневая карамелька у нас там внутри получается. Сейчас дождемся сигнала. И тогда уже будем закидывать туда семечки. Почти не кипит уже, еле-еле кипит. Ну, вода выкипела. Вот, мы слышим звуковой сигнал. Это время вышло. Ну, теперь будем засыпать туда семечки. Все семечки высыпали. И теперь перемешаем это все. Ух ты! Надо хорошо перемешать, чтобы семечки равномерно пропитались вот этой карамелькой. Так интересно это делать. Никогда не делала казинаки. К лопаточке приклеились. Мы это сейчас поснимаем как можно. Так, еще раз промешаем. И будем выкладывать. Хорошо, что здесь есть ручки. Вообще, девочки, я подстраховалась и взяла форму. Хотя там написано, возьмите ли из бумаги, смажьте и все. Но я боялась, что это может быть жидким, чтобы оно не растеклось. Могу вам сказать, не бойтесь. Жидким оно, видите, не получилось. Оно сразу вот так вот, как легло, так легло. В общем, теперь нам нужно подождать, пока казинаки остынут. И можно будет их тогда разрезать порционно, кусочками. И все. Можно это даже сейчас было бы и достать с формы. Но уже раз оно в форме лежит, то пусть и лежит. Я хочу немножечко сделать потоньше, если получится. Не, не получается потоньше. Карамель есть карамель. Вообще, я с ней как бы дело никогда не имела. Хотя раньше мы в ложечке сахар растворяли в детстве и кушали его. Не получится. Но будем, значит, ломать, как получится. Руками туда не лезьте. Я в детстве как-то обожглась об этот сахар горячий. И был ожог. Подождем, пока остынет. Попробую сделать вот что. Вот, хорошая идея. Сделать немножечко потоньше слой, чтобы было удобно его потом ломать или лезть. Вот как получается. Вот это уже здорово. Да. Г ell reun Pang이십 usdol. Ну вот… Там, пока не какая-то. Вот как, я забываю воды. Попробую терминать. Попробую духовую конец. Также, мне не пом Попробую теперь как-и-набинт. ну почти как в магазине прям ждем пока остынет все пока не застыла полностью я решила это разрезать на кусочки пока она еще легко режется но он уже застывал вот 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 мои хорошие мы приготовили казинаки они уже остыли я хочу попробовать прям настоящие как магазине даже лучше мне кажется вообще казинаки я люблю я увидела этот рецепт в книжечке в магазине было недавно остановилась посмотрела купить не купить думаю нет я лучше куплю семечки попробую сделать сама в общем хочу сказать очень удачно получилось и можно будет так иногда себе делать вкусняшки при том что это очень простой рецепт и делается он очень быстро и легко а кстати у кого нет мульти кухни я думаю что это можно сделать мультиварки если там у вас есть режим мульти повар ну и также можно наверное приготовить это все на плите на сковороде на умеренном огне в общем вы видели весь процесс пропорции вы знаете ингредиенты какие и вы видели водичка уже когда выкипает сахар карамелизируется коричневеет и он уже меньше кипит уже видно когда вот карамелька получается да ну в общем когда уже вода всего кипела и все потом засыпаете это все семечками перемешали выключили вернее выключили сначала потом семечки перемешали и можно просто на лист пергаментной бумаги смазанной растительным маслом все это выложить оно кучкой выкладывается потом листы вот так завернули бумаги и можно это вот приплюснуть чтобы сделать какую-то форму но только аккуратно все это чтобы не обжечься и пока она теплым можно даже это все разрезать сделать такие квадратики как в магазине пропорции в общем здорово все у меня получилось я довольна пробуйте сами сделать эти казинаки если вы их любите удачи вам в этом но на этом я видео свое заканчиваю кому видео понравилось ставьте лайк и до новых встреч мои хорошие пока пока и и и и и